Доброе утро! Я хочу вас поздравить, мы уже 5-6 день живем в полицейском государстве. Я хотел сказать, что это уже здорово, но не об этом, я просто так хотел поздравить. Теперь слово «полис» имеет другое значение. Слово «пенис» тоже самое значение имеет? По ощущениям, да. Доктор, а как вы считаете? Спрашивать надо не у меня, а у того, кто им пользуется. А, ну ладно, ладно. Я забыл, ты про кто? То есть у тебя другая полицейская. Ну я абсолютно. Аппарат на ремонте. Вид сзади, да. Ну мы, на самом деле, хотели поговорить маленько о другом. Разве? Да, несколько дней буквально назад, почти одновременно с переходом в полицейском государстве, исполнилась довольно-таки круглая дата, то есть круглый день рождения у круглого человека, мною очень уважаемого, Михаила Сергеевича Горбачева. Да, действительно. Я, собственно говоря, хотел поговорить именно о Горбачеве как и таково. Вот, то есть что, вот, именно сегодня задерживается вот такую тему странную, что для тебя, Юра, что для тебя, Саша, что такое Горбачев? Кто кончит? Ой. Начинаем. Кто начнет? Я? Пора начать. Хорошо. Говоря о Горбачеве, пора начать. Я приготовил доклад. Отношения к Михаилу Сергеевичу Горбачеву у меня двойственные. Угу. Первое и самое главное ведущее отношение эмоциональное. Сейчас будет говорить мое сердце. Я Михаила Сергеевича Горбачева обожаю. Почему? Потому что он спас мою жизнь. Даже так? Да. Если бы он, сам не понимая, почему, затеял в 85-м году то, что он затеял, я, ну, думаю, что все-таки в мордовские лагеря я бы попал. В мордовские именно? Ну, не может, не в мордовские, но какие-то лагеря попал бы. Точно совершенно. Вот то, что в 86-м году было прекращено мое личное имение комитетом государственной безопасности города Свердловска, это связано исключительно с тем, что затеял Михаил Сергеевич, подчеркну, сам не понимая, что он затеял. Я вот в этом абсолютно убежден. Никого плана у него не было, никого видной ситуации у него не было. История выбрала его тогда генеральным секретарем потому, что он не мог сопротивляться железному течению событий. Ну, есть мнение, что это вообще, скажем так, перестроиться не Горбачевым как-то, что он просто в этот момент оказался. Ну, то есть, да, мы поговорим. Да, мы поговорим. То есть, эмоционально я его обожаю. Спасибо ему огромное, да. Более того, в моем эмоциональном обожании есть еще одна сторона. Я видел, что Михаил Сергеевич Горбачев живой человек. Ну, да. Он любил свою жену, он прекрасный был семьянин, да. У него на лице были определенные, знаете, человеческие эмоции, да. И я вот это все в нем обожал. То есть, первый вождь такой... Не то, что первый, но после определенного ряда истуканов, которые были тут подряд. Да, я и говорю. Особенно после этого мертвого, уже заранее покойного Черненко. Ну, вот это, то есть, он был... Нет, что-то живое было и в Никите Сергеевича Хрущеве, но он был паяц. Нет, он был паяц. Его дергали. А этот просто был живой человек. Вот. Поэтому эмоционально обожаю Михаила Сергеевича. Теперь умственно, рационально. Я уже сказал, никаким руководителем государства Михаил Сергеевич не был. Ничем он не руководил. Никакой процесс никуда он не вел. И с ужасом он смотрел на то, что происходит. Максимально стараясь в этом не участвовать. То есть, ты тоже поддерживаешь это мнение, да? Я абсолютно поддерживаю это мнение. А на чем оно у тебя основано, вот конкретно у тебя? Оно основано на том, что пока Михаил Сергеевич оставался у руля государства, единственное стойкое ощущение от его действий, оставшееся у меня, это полнейшая его растерянность. Интересно. Вот абсолютное, полнейшее, чего не коснись. Вильнюсских ли событий или событий там где-то они были еще в Оше, я не помню уже, да? Значит, землетрясение в Спитаке, да? Все, что Михаил Сергеевич делал, демонстрировало в моих глазах его полнейшую растерянность. На месте он был только когда выезжал на Запад с визитами. Почему он был там на месте? Потому что его там любили. Любили и принимали таким, какой он есть. Ему были благодарны за то, что он не мешал сносу Берлинской стены, не понимая, на мой взгляд, что Михаил Сергеевич вообще ничему мешать не может. Он вообще, вот у него была такая генеральная идея в его поведении – бегство от ответственности. Вот все, что угодно, только не подписывался, не принимал, не был, не состоял, не участвовал. Я, опять же, немножко перебью, а в таком случае, может быть, и закономерно и верно было вот то грустное решение, когда ему один раз в 1991 году не налили чая? Все, что происходило с Михаилом Сергеевичем, давай еще раз повторю, не было им ни инициировано, ни руководимо, ни хоть каким-то образом не имело к нему вообще никакого отношения. Он просто был выбран историей для того, чтобы он не оказывал сопротивление ее течению. То есть он посредник, переходник? Ну нет, ну смотри, генеральным секретарем мог быть человек, который начал бы заливать страну кровью. Вот там восстание, здесь восстание, да, он посылал бы всякие войска, там бы резали, душили бы, убивали. Ну могло такое быть? В то время вряд ли. Ну почему? Я тебе скажу, что в ЦК Политбюро окажись господин Легачев во главе нашей страны. Я тебя уверяю, что мы захлебнулись бы в крови. Просто уверяю. Я уж не говорю о всяких там язовых или кто там еще был, я уж не помню. Пуга. Ну это да, пуга, да. То есть он просто вот идеальный был вариант, он не мешал. Кстати говоря, забегая вперед, хочу сказать, что Ельцин был выбран как раз потому, что он не мог не мешать. Вот когда надо было изо всех сил сопротивляться реваншу, поставили Ельцина. А вот когда нужно было просто быть статистом и говорить всякие слова, но ничего не делать, поставили Михаила Сергеевича. Он, на мой взгляд, это прекрасно понимал, страшно переживал, искренне. Но сделать ничего не мог. Вот он как в семье подкаблучник был, я в этом убежден. Точно так же он на месте генерального секретаря был подкаблучник истории. И, кстати говоря, за это я тоже ему благодарен, что он не был тормозом, не принимал никаких решений. Говорил, эти тенденции, знаете, они в свое время будут нами оценены. А вот эти тенденции, волит вас, смеется, понимает меня. Здравствуйте. Ну, кто-нибудь из нас помнит хоть одну его членораздельную фразу? Ну, вспомните вот любое его выступление. Что-нибудь было сказано? Никогда. То есть всегда и до сих пор говорится всегда, ну, не надо вот так упрощать. Все это, знаете, было гораздо глубже, чем тут нам пытаются подбросить со стороны. И вот тут хочется сказать следующее. Да. Что... Громче. На мой взгляд, на мой взгляд, вот то, о чем сейчас говорил Юра, о том, что эти люди на этих постах никогда ничего конкретного не говорили, только общие фразы. И вот... Ну, это было принято, в принципе, может... Ну, это, с одной стороны, дипломатия ничего конкретного, с другой стороны, боязнь сказать лишнее уже из других соображений. Но в том-то вся и штука. Что, видимо, у всех наших генсеков то, что они не говорили вслух какой-то конкретики и не обнаруживали признаков жизни внешних, возможно, соответствовало их внутреннему состоянию такому же. Я думаю, не у всех. Я не соглашусь, да, Санечка. Я думаю, не у всех. Может, у какого-то последних, после Никитинских. А? После Никиты, скажем так, которые. Ну, я не говорю про всех. Минуточку. Я даже за Брежневым помню решительные шаги. Ну, это, да, первая часть времени. И мне кажется, что я оцениваю, ну, личность Горбачева настолько значима, многогранна, что невозможно в наших полчаса уложить, да, приходится вычленять что-то самое главное. Нет, ты скажешь, ты его любишь? Я люблю свою семью. Я не могу, я не могу. Ты его уважаешь? Я спрашиваю, когда спрашиваю дочь Давлада. Хорошо. Ты любишь Брежневого? Хорошо. Ты его уважаешь? Да. Да. За что? Ты можешь сказать одной фразой? И уйти. Почему уйти? Оставайся. Рассказать одной фразой ты можешь, иначе он просто не как. Понимаешь? Есть конкретная цель. Я могу сказать одной фразой, двумя, тремя и семью. Хорошо. Скажи хотя бы тремя. Если нужна одна фраза, я скажу одну фразу. Нет, лучше двумя, это очень мало. Да. Горбачев – это человек, который, находясь на том посту, на котором он находился, обнаружил нечто человеческое. И в то же самое время… Нечто нечеловеческое. И нечто нечеловеческое. Но… А что нечеловеческое? Меня… Меня очень всегда интересуют и задевают конкретные человеческие поступки. Не слова даже, даже если они конкретные, а поступки. И то, что он позвонил академику Сахарову, что стало уже притчей в языцах, уже неприлично сейчас об этом говорить, потому что все об этом говорят. Угу. И сказал, чтобы тот возвращался, он мог сам этого не делать. Он мог отпустить по линии Академии наук, однако он решил это сделать сам. Я думаю, что природа этого – чисто человеческая порядочность. Просто порядочность. Точка. Может быть, это то, что не обнаруживали, хотя, может быть, и владели этим, все после Никитинских генсеки. Может быть. Но мы не видели этого никогда. Никогда. Это были просто тела. Древние тела. Горбачев, то, о чем говорит Юра, о том, что там… что он, в общем, ни на что не… Я не знаю. Я не берусь это оценивать. То ли это так, то ли не так. Мы не видим. Мы настолько далеко от этих процессов стоим, что мы не видим, не знаем, кто настоящий движитель их. Мы не знаем этого. И узнаем только в мемуарах. И у нас есть полное право даже мемуарам не верить, потому что это всего лишь толкование конкретных людей. Значит, об этом лучше вообще не говорить. Говорить можно только о личных впечатлениях. О личных. Только о личных впечатлениях. Но он о личных начал, да? Ну да. А мировая закулиска – дело десятое. Это да. Вот конкретные поступки конкретного человека, в частности, Горбачева, вызывают у меня к нему глубочайшее уважение. Потому что, несмотря на то, что были действительно в Тбилиси, был в Вильнюс, я думаю, что… Я уверен, что он мучается этим сейчас. И это еще один признак его порядочности. Это страшные события, в которых повел себя принципиально неправильно. Проявилась кровь. Это ужасно. Это ужасно. И… Но у него хватает сил, хотя это слабое успокоение, да? Но ему хватает сил говорить об этом сейчас и признавать это. Это тоже немало. То ли это возраст причины тому, то ли что-то, кроме возраста. Неважно. Но это человек, который волей или неволей сдвинул такие процессы, пустил, за которые действительно ему благодарны огромное количество людей, несмотря на все эти промахи. Ну, не забываем, что задача все-таки у Горбачева была другая. Он же пытался строить, скажем так, все равно вот тот же самый строй, который был, но просто с человеческим лицом. Правда. То есть он хотел отчеловече существующее строить. Это правда. Не сломать, как Ельцин, а отчеловече существующее. Перестроить. Ну, и он подготовил Ельцина. Ну, это уже другая история. Да. Это уже другая история. Но вольно или невольно, он подготовил Ельцина как политика. И ему было чуть проще. У него были свои проблемы. Но в этом смысле Горбачев был переходным периодом. Потому что представить себе человека, который сразу ломает как надо и резко решительно, ну, очень сложно. Ну, вот я буквально два слова сейчас скажу. Тут все уже почти сказано. Я добавлю только от себя одну вещь и тут же задам вопрос. Для меня лично Горбачев это определенный символ эпохи, будем так говорить, определенного времени. Вот. И скорее вызывать положительные эмоции. Потому что все, что связано с тем периодом, все, что происходило тогда, это все было абсолютно положительное. Потому что любое изменение, которое происходило тогда, ну, не любое, наверное, потому что действительно все эти военные действия, там, и прибалтийские и так далее, наверное, как бы не самое лучшее. Но у кого их опять же нет, да? Может и Ельцину можно и Чечню тоже приписать, и все что угодно. Масло чего. Да, естественно. Поэтому я вот это вот упущу, а, скажем так, именно чисто на человеческом и государственном уровне. Политик, который первый начал говорить без бумажки. Вот. Может быть, не всегда косноязык и так далее. Он не всегда говорил без бумажки, но очень часто он говорил именно экспромтом. Вот. Это очень важно. Человек, который начал выходить в народ. Из, я вообще не припомню от ранних большевиков, кто бы выходил в народ. Может, даже Никита в народ не выходил. Нет. Вот. Ну, здрасте. Ну, эти все заранее просчитанные. Вспомните его. Да какой просчитанный, Андрюш? Ты вспомни эту историю в манеже. Я понимаю. О чем ты говоришь? Прекрасно Никита выходил в народ. Другое дело, что в народ можно по-разному выходить. Это правда тоже, да. По-разному можно выходить в народ. Можно поясничать. Ну хорошо. Извини. Вот. То есть, человек, который начал выходить в народ, общаться с народом, собирать какие-то мнения. А самое главное, не побоялся слушать, в том числе от того же самого народа, вот эти все, ну не очень приятные слова, которые бросали там прямо тут же. А он мог не слушать? Мог не слушать. Каким мог? Да. Запросто, как делали все остальные до этого? Да нет. Ну, ладно. Все. Я все сказал. Хорошо. Ну, да я снова отвечу. Да, да. Конечно, были прецеденты. Я помню, очень хорошо был огромный прецедент, когда какой-то, по-моему, новосибирский предприниматель выпустил пародийный календарь с голым Горбачевым на шарике. Ну, это хамство. Нет, дело не в этом было. Были какие-то вот такие прецеденты и было очень серьезное судебное, скажем так, в этом случае разбирательство какое-то. Их даже, по-моему, как-то сильно наказали. Но не судится. В принципе, это был положен первый этап, когда можно было спокойно говорить про власть. То есть не втихушку, на кухнях и так далее, а спокойно. Безусловно, пародистов он даже не трогал. Да, да. Первый, кто позволил именно при нем пародировать свой голос. Манеры голоса. Наверное, даже не мы, не наши внуки в этом разберемся. Это очень не скоро. Никогда. Надо было бы спросить Рейсу Максимовну. Это только он мог в супер откровенном интервью вдруг это сказать. Ну, это такие вещи за грани знало все правды. Нет. Ну, так нет. Всей правды вообще никто не знает. Всей правды знает только Бог, да? Да. Я имею в виду, что я совершенно убежден. Я, конечно, в семье их никогда не был, боже упаси. Но я совершенно убежден. Что странно. Да, действительно. Что странно. Но я совершенно убежден, что Рейсу Максимовну командовал в семье. Ну, может быть. Ну, может быть. А может быть. У меня короткий вопрос, скорее. Вот просто то, что Юра любил кричать по поводу одной фразы. Это вот буквально одной фразой оценить. Вот как вот ты оцениваешь период правления, не знаю назвать правления, а управления страной Горбачевым. Вот ты и Саша как оценили? Освобождение. Освобождение от чего это не очень ясно? Одна фраза. А, ну ухожу. Давай двумя. Давай двумя. Ну, в первую очередь это освобождение в значении слова свободы. Стало можно то, чего раньше было нельзя. Знаешь, какое мнение сразу же вспомнилось этого периода, что у нас нет свободы слова. У нас есть гласность. Понимаешь, как бы вот это как раз сказали. Освобождение. Я бы не стал здесь проводить принципиальные различия. Я бы стал. Да, это очень сильно. Потому что именно тогда я активно занимался политикой. Окей, ты говоришь о освобождении. Ну, вот, Андрюш, стало возможным заниматься политикой. Да. Но без санкции. Без санкции. Согласен. Согласен. Ничего себе. Санкции были. Мы, так сказать, не все знаем. Ну, дело не в этом. Ладно. Короче, так и освобождение. Да. А я говорю начало конца. А вот это поточнее, пожалуйста. Очень интересно. Разверните. Начало конца Советского Союза. А, ну это да. А. Вот так называется эпоха Карпачева. Эпоха Ельцина – это конец Советского Союза. Начало конца. Начало конца. Начало конца. Ну смотри, ну появление вообще… Да, при 85-го года. Как только вышла эта газета… Экономические какие-то кооперативы, НТТМ и все эти… Это же все его. Да, связано с ним. Саш, вот смотри, я никакой не Кассандр. Но как только вышла эта газета с речью Михаила Сергеевича на апрельском плену ЦК в 85-м году… Не знаю, поверите вы мне, мне все стало ясно. У меня вот тут сделалось… Я сказал себе, посыпалось. Все. Бросил свою медицину к чертной материи, пошел петь песенки. Нет, еще 4 года. Понятно. Итак, все-таки пожелаем Михаила Сергеевича, да? Да. Ну, пожелать-то мы в любом случае пожелаем. Но искренним это сделаем. Сказать уже больше нечего. Мы сделаем это искренне. Я думаю, мы все сказали, все. Да, да. Вот, на самом деле нет, я сейчас буквально добавлю. Мне… Вот две вещи я добавлю. Первое. Он… Как вот… Вот эти вот колебания, о которых ты упомянул, они остались сейчас… Кто, может, видел его в последнюю передачу у Кознера, да? Да. На некоторый вопрос о власти, как он юлил, вилял… Обязательно. В конце концерта он выдавил на себя все-таки некое свое мнение, но он его выдавил. Обязательно. Поэтому я и говорю о той работе, которую человек с собой совершает. И все равно… Мы видим эти результаты. Вот я не знаю, хорошо это или плохо, вот такая вот… Работа с собой всегда хорошо. Нет, вот такое вот… В политике такое торможение. Он такой. Ну, он такой, Юрий Прошлазин такой. Тогда другой вопрос стал еще под финалочку. Вот скажи, вот если бы вдруг с какого-то перепугу, я думаю, что никогда он когда-то не придет ему этот перепуг, ему захотелось сейчас на 12-й год балансироваться от президента. Я бы голосовал за него. Голосовал? Да. Вот я бы, честно говоря, тоже голосовал. Я бы голосовал. Это, наверное, эмоциональная вещь. И понятно почему. Ну, тут еще важно, на каком фоне. Да, да. Но при всех, при прочих равных нынешних сейчас, даже выбора нет. Ну, я радикал. Для меня президент и премьер-министр… Свободный радикал? Нет. Нет. К сожалению. Увы. Ну, это моя внутренняя проблема. Да, да, да. Ты доктор, ты химию помощь, ты понимаешь? Да, да, конечно. Для меня президент или премьер-министр – это или Ходорковский, или Лебедев. И больше никто. Или никого. Вот или кто-то из них, или никто. Потому что только они могут распад России сделать постепенным, плановым и бескровным. Любой другой человек станет свидетелем или участником кровавой бойни, в ходе которой Россия повторит судьбу Советского Союза. Только это будет все страшнее в десять тысяч раз. Поэтому, Михаил Сергеевич, будьте здоровы. Поэтому, Михаил Сергеевич, будьте здоровы. Да, поэтому… Хотел бы выпить за вас этот зеленый чай на вашем сто восемьдесятилетии. Да. Поэтому… Вы спасли мне жизнь. Спасибо. Выпьем за Михаила Сергеевича, как за эпоху. Как за эпоху. Как за определенный символ. Пожелаем, собственно говоря, ему еще долгих лет жизни. Безусловно. И все-таки именно, Михаил Сергеевич, это действительно некий пласт даже культуры. Безусловно. Это другое отношение Запада к России. Очень хорошо сказал. Даже культурой. Даже культурой. Обратите внимание, как мы никак не можем закончить. Нам есть что сказать. Да, да, да. Нам есть что сказать. А тема Горбачева неисчерпаема, как неисчерпаем атом. А так как сегодня у нас еще прощен на воскресенье, поэтому… Да, простим друг друга. Михаил Сергеевич, простите нас, если вы что не так сказали. Какую гадость. А нам вас прощать не за что. Мы вас очень любим. Доруга. Как я могу добрее, летел YEW. Все, прекратил. Илья fixed. Груст tonight. Шhou Редактор субтитров А.Семкин